Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам необычные факты о Чарльзе Буковске Он совершил настоящий переворот в американской литературе своего времени Познакомил читателей с направлением грязный реализм И прославился своей любовью к женщинам и дракам Что же еще поклонники творчества Чарльзе Буковске не знают о нем? На счету Чарльзе Буковске пять романов, основанных на его собственной биографии Так, в почтанте писатель рассказывает о своей работе в почтовом отделении Книга «Фактотум» предлагает читателю во всех подробностях Познакомиться с периодом десятилетнего запоя прозаика Женщины посвящены многочисленным любовницам автора Хлеб с ветчиной, детству и юности И, наконец, Голливуд повествует о работе писателя над сценарием к фильму «Пьянь» Который вышел на большие экраны в 1987 году Все пять книг объединяет главный герой Генри Ченаски Несомненное альтер-эго самого Буковски Любовь к затворничеству — черта, присущая многим литераторам Так, например, социофобия, отказами от интервью и встреч с читателями Славились Джером Селлинджер, Томас Пинчен и другие писатели По сравнению с ними Буковский был куда более общительным Однако в разговорах с журналистами нередко упоминал о своем неуживчивом характере И даже в открытую называл себя мизантропом «Несмотря на то, что я пишу о людях, чем дальше я от них нахожусь, тем лучше себя чувствую» Заявил однажды романист «Две мили — уже неплохо Две тысячи миль — просто потрясающе Да, мне и вправду не нравятся представители человеческой расы Я терпеть не могу их головы Меня тошнит от их лиц, от их ног Меня страшно раздражают их разговоры, прически И я буквально ненавижу их автомобили» В 2015 году в одном из британских издательств Был опубликован сборник рассказов и очерков Чарльза Буковски, посвященных кошкам Тогда-то и выяснилось, что писатель, будучи отчаянным мизантропом Испытывал кусатым питомцам самые нежные чувства Более того, романист даже мечтал перевоплотиться в кота после собственной смерти О привязанности литератора к своенравным животным Поведал его биограф Говард Солнц По его словам, тем, кто считает, будто жизнь Буковски ограничивалась Бесконечными пьянками и шумными вечеринками Следует получше познакомиться с биографией прозаика и поэта Помимо недостатков, тот обладал еще и трогательными привычками Сам Буковски был уверен Хвостатые зверушки – лучшее, что создала природа Нередко он говорил «Если вы плохо себя чувствуете, просто смотрите на кошек, и вам станет легче Они все понимают, они спасители» Самым вредным пристрастием Чарльза Буковски являлась любовь к крепким напиткам К спиртному писатель пристрастился, еще будучи подростком И пронес пагубную зависимость через всю свою жизнь Именно в алкоголе автор искал утешение в трудные периоды Его же считал и главным источником вдохновения Подобная привычка, впрочем, не могла не сказаться на здоровье прозаика В 1954 году Буковский пережил первый серьезный кризис Его госпитализировали с внутренним кровотечением пищеварительных органов Позже у писателя был диагностирован рак кожи А в конце 80-х еще и туберкулез Все эти заболевания заставляли Буковский проводить в больнице долгие месяцы Но даже это не убедило его отказаться от бесконечных запоев Пристрастие к спиртному, раздражительность, вздорный характер Все это не лучшим образом сказывалось на репутации автора почтанта А регулярные драки и скандалы только подтверждали мнение общества Что Буковский невыносимый человек Романист и впрямь не упускал ни одной возможности ввязаться в потасовку Сам он не раз упоминал, будто в его жизни было столько стычек Что подробности каждой ему не удастся вспомнить даже под дулом пистолета Большую роль играл и алкоголь Писатель редко появлялся на людях трезвым и частенько сам провоцировал драки Не справляя собственной агрессии Редкому писателю удается с первого раза проникнуть в литературную сферу Большая конкуренция и невнимательность издателей Порой вынуждают даже самых даровитых авторов ждать своего звездного часа годами Не минула подобная участь и Чарльза Буковский Несмотря на то, что о работе с текстами писатель грезил с юных лет Первые его творения были безжалостно отвернуты редакторами Такое пренебрежение верило Буковский в настоящую депрессию Писатель поклялся никогда больше не притрагиваться к ручке с бумагой И долгое время работал уборщиком, заправщиком и охранником Тяжелый труд вкупе с крепкими напитками, впрочем, скоро загнал Буковский на больничную койку Где и было принято решение вновь попробовать себя на писательском поприще И, как мы знаем, на сей раз дело увенчалось успехом Буковский зачитывался произведениями русской классики В числе его любимых авторов были Лев Толстой, Максим Горький и Федор Достоевский Каждого из них писатель в силу творческого направления мысли Наделял несуществующими качествами И, кажется, даже воспринимал всех троих как своих приятелей Судите сами, вот что Буковский говорил о великих литераторах Мой Достоевский – бородатый, тучный чувак с темно-зелеными таинственными глазами Сперва он был слишком толст, потом не в меру тощ, потом опять поправился Мой Горький – пройдошливый пьянчуга По мне Толстой – человек, приходящий в ярость из-за пустяка Кроме того, Буковский нравилась русская музыка В особенности творчество Петра Чайковского Его произведения создатель фактотума слушал на протяжении всей жизни На этом все. Читайте хорошие книги Книги – это двери Что выводят тебя из четырех стен С ними ты проживаешь другие жизни А свою умножаешь в тысячу раз Тысячу раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok